Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала. Не знаю, как сказать. Учитывая рост цен. Это все бесполезно. Народное мнение. В Кирове полдень. Здравствуйте. У микрофона Владимир Сметанин. Передача называется «Народное мнение». Программа, в которой вы можете поделиться своими мыслями, замечаниями, предложениями по обозначенной теме. Прямой эфир продлится ближайшие 45 минут. Слушать нас можно не только посредством традиционного приемника на частоте 101.0, но и в нашем телеграм-канале, а также на сайте эхокирова.ру. 211-101, номер прямого эфира и номер для ваших сообщений 8909-720-101.0. Итак, тема. Если заглянуть в недалекое будущее и задаться вопросом, а что будет сделано в Кирове к его юбилею в 2024 году, имея в виду не какую-то текущую ежегодную работу, как-то ремонт или благоустройство, а имея в виду уникальные проекты, то уверен, что подавляющее большинство жителей областного центра ответит просто «не знаю». Понятия не имею. Между тем, активные разговоры о концепции празднования круглых дат начались еще 10 лет назад. В сентябре 2012 года президент Владимир Путин подписал указ «Сопразднование 650-летия основания Кирова». Так и называется этот документ. Документ совершенно небольшой, и суть его, видимо, в том, чтобы просто включить вот эту юбилейную дату в официальный перечень государственных дат. Все эти 10 лет руководители области и города говорили о том, что юбилей областного центра надо встретить достойно, что надо сделать прорыв во многих отношениях, как-то городская инфраструктура, образование, благоустройство, культура, ну и так далее. И обязательно учитывать при этом пожелания жителей областного центра. Что мы видим по прошествии 10 лет? До сих пор собираются предложения, инициативы, формулируются какие-то планы. Вот и в Рио губернатора нашего региона Александр Соколов стал частью этого, как мне кажется, уже бесконечного процесса. Это моя личная оценка. На днях он написал в своем телеграмме о том, что встретился с городскими активистами и обсудил с ними вопросы подготовки Кирова к 650-летию. Буквально процитирую. За более чем двухчасовую беседу было высказано много дельных предложений про фасады и тротуары, парки и исторические здания и саму праздничную программу. Далее особо подчеркну. К сожалению, до 2024 года остается очень мало времени, поэтому надо сконцентрировать усилия на самом важном. То есть это такой уже звоночек. Впервые в официальной речи появляется упоминание о том, что времени остается уже очень-очень мало. И, видимо, успеем не все. Но тут закономерен вопрос. А, простите, чем до этого-то занимались целые 10 лет? А еще в Рио губернатор попросил всех желающих поделиться с ним мыслями о том, как надо встречать 650-летие, что надо сделать в городе. Собственно, на эту тему я и предлагаю вам поговорить. Сегодня в программе «Народное мнение» 211-101. Ваши предложения, мысли, идеи. Высказываете, как должен наш город встретить юбилей, что должно быть построено, возможно, восстановлено. В чем должна заключаться сама праздничная программа. Ведь 2024 год можно считать целиком юбилейным. И, зная примеры, как отмечают свои круглые даты другие российские города, какие-то мероприятия проходят в течение всего года. 211-101, 8909-720-101 и 0. И обращаю ваше внимание на то, что в нашей группе ВКонтакте и в группе ВКонтакте наших коллег газеты «Источник новостей» уже размещен видеоопрос на эту тему. Накануне с коллегами из «Источника» мы прогулялись по театральной площади и задавали горожанам те же самые вопросы. Что вы считаете нужным и необходимым сделать в городе специально? И приурочить это специально к юбилею. Ваши предложения, идеи, все это мы записали. И аудиоверсию этого опроса мы услышим прямо сейчас. Вот что у нас получилось. Народное мнение. Железнодорожный вокзал. Самый плохой в Приволжье. Самый низкий, самый некритивый. Мы видели, как сарай какой-то. Едем из сада, наверх подниматься, надо ступеньки белые. Мы и так с этими рюкзаками. Какой-нибудь типа кванториум. Образовательный центр такой? Да, для детей. Вот это было бы классно. Детская тема должна быть приоритетной, да? Я считаю, главное. Даже не знаю. Множество вариантов. Например, 50 лет назад, когда, ну почти 50, когда 600 лет праздновали, дворец пионеров в Кирове открыли. Отлично. Теперь его стоит отреставрировать, отреставрировать территорию, которая там есть, и памятники. Вот, конечно, их реставрировали уже, эти пирамиды, но, тем не менее, тут два в одном получается. И сохраняем историю, и открываем для детей какие-то новые возможности. Можно же там открыть какие-то новые площадки. Не пальцы, на здравоохранении что-то надо. На здравоохранение? Да. Хотя бы улучшить. Улучшить. Построить. Построить не пальцы. А то торговые центры лепят на каждом углу. И дороги расширять. Во. Потому что новые микрорайоны настроили, а дороги не расширяют. И объездную надо, вот что еще. Во. Это по дорогам-то есть, и потому что объездных нету, можно сказать. Объездная одна там, с одной стороны. То, что вы видите, чего не хватает, возможно, вам в Кирове? Да нет, вроде все хорошо устраивает. Никаких подарков. Возможно, это какое-то учреждение, какое-то заведение, культуры, спорта. Мы живем в чистых курдах. Так. Нам не хватает взрослой поликлиники хорошей, детской поликлиники хорошей, социальных объектов нам не хватает. Там вот бесплатных кружков нет, садиков, ясель нет, вот таких не хватает. Мы все вот ходим, в город ездим. Учиться в школу мы не можем попасть, нам тоже надо ехать куда-то в город искать, все платно. Музыкальной школы нету, тоже дети занимаются. Танцевальное тоже все платно. Приходится выкручиваться, как выкручиваться, дома сидеть. Вот мы бабушки, дедушки, и ходим с ними. Понимаем. Водимся. Любые мысли приветствуются. Я не знаю, что это делать. Ну не знаю. Вроде всего в достатке. Всего хватает? Да. Лишь бы хуже не было. Ну да. Развиваемся, идем вперед. Может быть, что-то построить, что-то отремонтировать. Я жил раньше в Вересниках. Там вообще район опущенный сейчас. Странно. А что конкретно там не устраивает? Да все. Ветхие дома, неприбранные улицы. Вообще на подпорках стоят. Детских площадок нет вообще. В общем, завересники. Я живу на Московской, где очень много исторических зданий. Но они в таком плачевном все состоянии, все забитые. У них окна. Все исписаны. Хотя бы восстановление. Ну что-то бы сделали к этой дате. Потому что очень красивые же здания. Ты посмотришь, что ты уже побоишься на них. А, кстати, как относитесь к идее организации пешеходной улицы, как во многих других городах? Я хотелось бы. Говорили же, что вот это было с Паской пешеходной улицы. Но у них в планах так сделать. Было бы замечательно, чтобы там машины были не ездили. Чего не хватает в городе? Да вот у нас на Октябрьском рынке не хватает торгового центра. Там его сломали. И вот торговый центр хотят строить уже третий год. Может быть, новое культурное какое-то учреждение, спортивное учреждение, детишки, где могли бы спортом заниматься. Ну, вот для детей спортивный комплекс. На ваш взгляд, что бы было идеальным подарком к этому юбилею? Ну, просто вот идея. За парка не отыскалась. Пусть бы цирк отремонтировали. А как вам драм-театр? Драм-театр тоже. Да, слушайте, действительно, не хватает спортивных объектов и парков. И каких-то дворов и закоулочков, где могли бы молодежь посидеть. Знаете, как питерские дворики удобные. Такой инфраструктуры очень не хватает. И обязательно, чтобы чисто было там. Да. Может, денег всем людям раздать просто-напросто, чтобы они стол накрыли, отпраздновали самим. Ну, конечно, надо дороги, чтобы Киров будет прекрасно. Киров хороший город, но есть так же... Проблемы? Нет, нет проблем. Ну, просто надо очень много чистого. Надо мусор очень мало. Но здесь много мусора. Как я жил в Москве, в Гитаре. Вот такие города я видел. То есть, проблему с чистотой, с грязью надо решать, с мусором, да? Да, да, да. Народное мнение. Вот такой большой список тем и проблем, которым нужно уделять внимание. По мнению горожан, опрошенных нами на улице. А что думаете вы по этому поводу? 211-101. Что нужно сделать в городе к 650-летию? Сообщение ваше принимается на 8-909-700-20-101-0. Кое-что написали наши подписчики группы ВКонтакте. ВКонтакте Александр, например, замечает, что делать нужно каждый день, а не к датам определенным. Хотя на каждый день бабок не выделяют. Вопрос бабок, Александр, тут довольно темный, затуманенный. Потому что был период, когда заявлялось о том, что с 2021 по 2024 годы на мероприятие, приуроченное к юбилею, будет выделено чуть ли не более 41 миллиарда рублей. Но разобраться, где там чьи деньги, федеральные, муниципальные, областные. И пересечение, возможно, уже существующих программ каких-то по ремонту, благоустройству, там разобраться очень сложно. В прошлом году говорилось, что на непосредственно юбилей будет выделено почти полмиллиарда рублей. И вот конкретно, если поинтересоваться и почитать, то тоже непонятно, чьи деньги и что за источник. Далее сообщение от Ивана. Ремонт тротуаров, придомовых территорий, многоквартирных домов, реконструкция парков и скверов. Ну вот это одна из, наверное, основных тем, которая вызвала больше всего замечаний со стороны жителей нашего города. Да-да, чистота, благоустройство, неприбранность. Все это нужно обязательно приводить в божеский вид. Еще замечание от Владимира. Построить новый современный стадион Арена Вятка, отреставрировать стадион Динамо, вывести футбольный клуб Динамо в футбольную национальную лигу. Тоже дельное предложение, безусловно. Спортивное лицо и спортивная гордость у города к его 50-летнему юбилею обязательно, конечно, должна быть. Я сейчас хочу пообщаться с Михаилом Курашиным, это эксперт регионального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Накануне наши коллеги из бизнес-новостей написали о том, что именно Михаил будет, ну сейчас вот трудно мне сформулировать, но Михаил поможет курировать, контролировать, координировать работу, инициативы всевозможных общественных организаций в нашем регионе по подготовке 650-летию. Михаил, приветствую вас. Приветствую. Правильно ли я сформулировал, ну вот так обтекаемо, что вы будете чем-то там руководить общественниками? Ну, я там на самом деле тоже крайне затрудняюсь сформулировать свою задачу, потому что, ну в смысле, свою должность, потому что там задача она действительно достаточно большая, это попробовать собрать те предложения, которые там есть у специалистов, экспертов, а горожан, и попробовать эти предложения оценить с точки зрения возможности включения их в оргпланы, в план мероприятий. В общем, это цель, да? То есть то, ради чего все это затеяно, то есть к чему будем стремиться? Ну, я бы так сказал, что когда мы были на встречу с губернатором, то здесь сразу же мы нашли там полное понимание, что все-таки 650-летие это не праздник там для гостей, для туристов, это праздник для жителей. И поэтому здесь крайне важно не только там хорошо и весело отметить там непосредственно те дни, которые связаны с юбилеем, но и, как говорится, как после хорошего дня рождения и хорошего праздника, чтобы нам еще и осталось много чего для дальнейшей жизни. Хороший и комфортный. Поэтому как бы вот прицел не только на там сам год празднования. А какие предложения высказывались на этой встрече? Что упоминалось? Ну, вот кратко в своем телеграм-канале Александр Валентинович обозначил, что о фасадах речь шла, о дорогах, о тротуарах. Ну, это наши такие, ой, вечные, можно сказать, проблемы. Условно можно, наверное, разделить на три уровня. Первый уровень – это уровень непосредственно уже содержания, то есть это того наполнения, которое будет в течение 24-го года, начиная там, грубо говоря, с января и по декабрь, да, то есть это и соревнования, и фестивали, и праздники, и какие-то еще отдельные мероприятия. Второе – это непосредственно работа с теми площадками и местами, которые будут вовлечены в процесс празднования, да, то есть это там и наша центральная часть, набережная, парки, скверы, которые есть, да, то есть куда, где люди будут отдыхать, гулять. И в том числе вот здесь как раз больные вопросы связаны с фасадами, с ремонтами, с тротуарами, с дорогами и так далее. Ну и третье – это то, что связано совсем с всей остальной частью города, да, то есть это, опять же, те парки, скверы, которые есть в разных частях нашей города, и в том числе в тех небольших населенных пунктах, которые входят в состав города Эксперева. То есть вот как бы условно можно говорить о трех уровнях. Если говорить о конкретных каких-то примерах, ну, их на самом деле там количество постоянно пополняется, ну, вот из тех, которые были озвучены, которые единогласно были там поддержаны уже там на стадии самой идеи, это установка памятника Александра Невского в шалармонии и переминание площади революции в площадь Александра Невского, да, то есть потому что… Память о храме, о соборе, да, Александра Невского? С одной стороны, это и память о соборе, да, то есть обозначение этой темы. С другой стороны, у нас там стоит памятник погибшим солдатам в всевозможных локальных военных событиях, да, и как бы, опять же, с Александром Невским эта тема тоже напрямую связана. Вот. Есть тема, связанная с тем, как, предположим, можно было бы реорганизовать парки Кирова и Гагаринский парк, но там не так, как там есть какие-то, говорят, веселые идеи по поводу того, что там снести все деревья там и залить все асфальтом, да, то есть с максимальным сохранением вот именно парковой составляющей, но приданием там определенных смыслов, созданием определенных объектов. Есть идеи, связанные с развитием сети елотрасс городских. Наверное, не с развитием, а для начала с созданием, потому что у нас практически на нуле это направление, да? Да, да, да. Вот. Есть идеи, связанные с проведением конкурсов по развитию общественных пространств, по благоустройству развития общественных пространств. То есть идей на самом деле много там. Вот только на той встрече их было накидано порядка там 20, а сейчас их уже становится больше. А сами вы лично что-то предлагали или вас вполне устраивает тот спектр инициатив, который был высказан, и что-то нового и уникального добавить к этому уже нельзя? Вот лично от Михаила Курашина. Ну, лично от Михаила Курашина была как раз разговор о том, что мы должны не только отработать в центральной части, от театральной площади, но и должны отработать в каждом из районов. И на Ябке как раз было предложение по поводу центральных районных парков в каждом районе нашего города, да? Вот проведение конкурса по общественным пространствам, вот, это из таких глобальных. Ну, понятно, что я участвовал в том числе в выдвижении инициативы по площади Александра Невского. Ну, и других тоже. Да, ну, да. Да, как вам показалось... Да, 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 простите. Да, да, да. Продолжите. Поэтому... Нет, 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 я... А, все. Поэтому, как бы, я там не просто статист, а там в том числе человек, который тоже, как бы, какие-то идеи пытается продвигать. А как вам показалась заинтересованность в Рио-губернатором, вникание в эти вопросы, в темы? Действительно, вот, чувствуется, что он болеет душой за все эти вопросы, за то, чтобы преобразить город? Ну, не только, наверное, да, к 650-летию? Или это так достаточно все так починовниче, официально и безэмоционально? Ну, давайте начнем с того, что, на самом деле, вот эта встреча, которая у нас прошла с экспертами, это была инициатива Александра Валентиновича, который, как бы, действительно сказал, что он хочет услышать мнение общества относительно планов по подготовке и празднованию юбилеев. То есть это была и его инициатива, да, то есть мы всего лишь, как бы, отреагировали на эту инициативу. Ну, и я могу сказать, что в процессе обсуждения были инициативы, там, в том числе, которые, там, и он выдвигал, в частности, там, хорошая, на мой взгляд, идея. Просто тот, кто видел это, знает, там, как одно из мероприятий, это проведение международного фестиваля музыкальных фейерверков. Это мероприятие, которое, с одной стороны, выглядит достаточно масштабным, а, с другой стороны, ну, вот, по опыту, там, в островской области, оно по затратам вообще, там, минимально, не сравнится ни с какими концертами или фейерверками, которые, там, могут быть предложены. Но при этом красиво, красочно, да, эффектно очень. Ну, с учетом, тут главный плюс заключается в том, что у нас с вами достаточно длинная и большая набережная, и это дает возможность собрать большое количество зрителей. Ну, вот, предположим, как он рассказал, по примеру Костромы, я просто сам в Костроме и видел этот фестиваль, по примеру Костромы подобные мероприятия собирало, там, по 50-70 тысяч человек. То есть, у них тоже достаточно большая набережная, но у них даже, по-моему, покороче, чем наша. А у нас она длинная, да, и когда действие происходит на реке, и взрываются, там, фейерверки под музыку, это не просто, как бы, там, фейерверки, а это, вот, как музыкальные фонтаны, да, то есть, фейерверки сопровождают музыкальное произведение. Это, поверьте, это очень эффективная вещь. Михаил, еще немаловажный вопрос. Ну, как и во многих делах, приступая к реализации чего-то, надо себе отдавать отчет, каким количеством средств мы располагаем, бюджет, да, празднования. Этот вопрос обсуждался, потому что на протяжении последних лет звучат достаточно разные суммы, и там очень сложно понять, что это за программы, чьи это деньги и так далее. Есть какая-то конкретная в этом плане? Давайте начнем с того, что, да, первый раз тема, связанная с подготовкой юбилея, прозвучала в 2015 году. И тогда речь шла о поддержке с федерального уровня 41 миллиард. Ну, вот я в начале, да, простите, уточню, я в начале программу упоминал, я нашел приказ президента, он еще был подписан в 2012 году под названием... Да, ну, вот с 2013 года как раз вот. Почти 10 лет уже. С этой работой началось. То есть вопрос в том, что там сегодня 22-й год, и, соответственно, там, средства, которые выделялись по этому направлению, они куда-то вкладываются, да, к сожалению, мы с вами как общественники не знаем этого. Ну, точнее, как бы не можем привязать, там, предположим, ремонт конкретного участка дороги или тротуара к тому, что это эти деньги. То есть не можем четко проследиться, да. Да, потому что на самом деле там план у нас до сих пор для большинства жителей, он сокрытый план подготовки. Вот, поэтому я там надеюсь, что мы его и вытащим. То, что касается того, сколько, предположим, там, нам готова дать федерация, но нужно понимать, что, по сути, мы сейчас говорим о единственном бюджете. То есть это бюджет 2023 года. Вот. И, соответственно, как бы, там, понятно, что, скорее всего, там, никакого 41 миллиарда уже там точно не будет. Но накидать достаточно хорошее предложение, насколько я понимаю, Александр Валентинович готов и пойдет еще до конца года встречаться с главой правительства и будет защищать программу. На какую будет сумму, там, пока вот. Мы очень надеемся, что там будет следующая встреча в конце июля вместе уже и эксперты, и члены оргкомитета, и городской администрации. Мы еще раз проговорим, и тогда уже будет какая-то экономика просчитываться. Ну, встреча с руководителями страны, это, видимо, тот путь, который прошли руководители других регионов и городов, где уже были юбилеи. Ну, это нормальная практика. Это нормальная практика, когда действительно человек приходит, рассказывает, что мы хотим, и, ну, попросту говоря, просит денег. Дайте, пожалуйста, вот столько. Да, да, да. Ну, вот одно из предложений, которое прозвучало, что с учетом значимости данного события, и для того, чтобы мы тоже понимали, сколько у нас своих есть денег, иногда все-таки необходимо нам уже в этом году принять программу, областную программу по подготовке и проведению юбилея. Не поздновато? Ну, а как бы поздновато, да, конечно, это надо было делать в 2012 году. Но, к сожалению, как бы мы с вами понимаем, что до 2022 года никто, как бы, нас особо не спрашивал. Ну, при этом говорилось достаточно много. Вот я тут наводил исторические справки. И буквально каждый предыдущий глава региона, начиная с 2012 года, и руководители города, они регулярно подчеркивали, что надо, надо, надо достойно встречаются. Я здесь, как бы, сторонник того, что, вот, как бы, если бы у нас с вами еще впереди было, там, еще десятилетия, можно было бы сейчас пообсуждать тех, кто виноват в том, что мы ничего не, там, что ничего не получилось. У нас с вами осталось, там, год. Если говорить честно, даже и тревог меньше, потому что есть идея запустить такую вещь, как 650 дней до дня города, до юбилея города, и эта дата попадает на 1 сентября 2022 года. Да-да-да, я понимаю, где-то вот это близко уже. С 1 сентября, в принципе, уже будет запущена некая информационная компания, да, там, связанная с подготовкой. Ну и, там, другая идея, которая тоже, на мой взгляд, может стать такой генеральной линией, это идея 650 событий, посвященных празднованию дня города. То есть провести 650 всевозможных событий, мероприятий, там, акций и так далее в течение года, я считаю, что для Кирова это тоже будет достаточно знаковая вещь. Михаил, благодарю вас за такой подробный экскурс, подробный комментарий. Действительно, многое прояснилось и стало понятным. Надеюсь, что власти в ближайшее время тоже будут открыто себя вести в этом плане. И, действительно, концепция понятная, доступная для жителей города будет сформирована. Можно ее будет почитать и ознакомиться, и вынести свои предложения, да. Мы тоже будем стараться выдавать какую-то, когда будет появляться конкретная информация, будем стараться выдавать ее тоже в паблик, для того, чтобы люди знали. И плюс, соответственно, там, планируем проведение уже конкретных обсуждений, как отдельных программ, так и отдельных, там, планов мероприятий. Спасибо большое. Благодарю Михаил Курашин, эксперт регионального центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. 211-101. Прямо сейчас можете дозвониться в прямой эфир и высказать свои мысли, предложения по поводу того, что должно быть реализовано в нашем городе к 650-летнему юбилею. 211-101. Да, 8-909-720-101 и 0 номер для ваших сообщений. Если заглянуть в телеграм-канал Александра Соколова, то он под постом, где он, собственно, рассказал о вот этой встрече с общественниками, где обсуждались идеи подготовки. Там более двух сотен комментариев. Я их всем буквально просмотрел и сделал вывод о том, что в первую очередь предложение жителей Кирова касается благоустройства, чистоты улиц, дворов и так далее. Вот давайте почитаем. Горожане должны получить все недостающие социальные объекты, грунтовые дороги, грунтовые дороги выполнить в твердом исполнении, тротуары и освещение улиц сделать. Люди смогут этим воспользоваться и вспоминать это каждый день, а отмечать один день миллионными тратами, то это не дело. Дворы, придомовые территории. Сделайте и будет людям праздник. Почистить малые реки, сделать зону отдыха, ну и так далее. Если будет время, еще вернемся к этим комментариям. 211-101. Напоминаю номер нашего телефона. Еще один очень известный специалист в сфере благоустройства городских территорий сейчас с нами на телефонной связи. Это Светлана Кекина, основатель и координатор проекта «30 скверов». Светлана, приветствую вас. Да, здравствуйте. Рады слышать. Да, добрый день. Вот у нас здесь такой сбор предложений, как праздновать 650-летие, что нужно сделать. Вот сейчас мы с Михаилом Курашиным разговаривали о том, что будут каким-то образом координироваться действия общественников, в том числе и вас, видимо, в этом отношении. Ваша инициатива готова выслушать в течение ближайших трех минут. Я бы хотела предложить по озеленению города. У нас около 150 пустырей в городе, которые никак не застроятся и никому не принадлежат. Это могут быть дополнительные зеленые территории. И я бы предложила горожанам, предпринимателям и общественным организациям сделать озеленение там. Но для этого нужно, чтобы и город тоже постарался, чтобы потом взял его на содержание. Поэтому хотелось бы, чтобы к юбилею города не отнеслись к лету, которому надо похудеть, а дальше можно снова жить, как хочется, а полномерно, чтобы подготовилась инфраструктура к содержанию потом этих зеленых территорий. Вот. Да, парки можно было бы переформулировать. И у нас две прекрасные зоны, которые могут быть новыми парками. Это нижняя набережная. Она, в общем-то, тоже готова уже к тому, чтобы там появились и лежаки, и там, например, спуски к воде. И большой-большой променад прямо от Старого моста до Нижовского комплекса Родникового. Вот. И, например, еще и засоры из оврагов, которые сейчас тоже являются пустырями, тоже сделать большую парковую территорию. Вот. Я бы предложила сделать вот так, но с условием, что нужна инфраструктура для содержания потом этого. Я понимаю, да, Светлана, вы так много всего накидали. Безусловно, все это нужно, необходимо, красиво, и прям, да, душа поет, слыша все это. Но вот тут в Рио губернатора впервые, по-моему, упомянул о том, что времени остается уже мало. И вот все-таки, если ужаться до каких-то минимальных просьб и требований, чтобы в первую очередь вы все-таки посоветовали, порекомендовали. Вот какой-то один, возможно, самый необходимый, самый яркий проект, которым будем влюбоваться все мы, и который будет жить долгие годы. А я бы выбрала тогда Нижнюю набережную, потому что это протяженно, это уже вот-вот, оно уже готово. А там можно уже гулять, мост есть, пирсы, там точки притяжения, бар даже начали открываться на Пристонской. Вот я бы занялась Нижней набережной. Нижняя набережная, да, действительно, то место, где можно приложить много усилий и фантазий для того, чтобы облагородить и обустроить это пространство. Спасибо большое, благодарю за этот комментарий, за такой вклад в наше общенародное мнение. Светлана Кейкина, основатель и координатор проекта «30 скверов», 211-101, это прямой эфир. Дозвонитесь вы, выскажите свои мысли по теме нашей программы, 8-909-720-101, можете написать. Сейчас небольшая будет рекламная пауза, дозвониться будет можно. Уходим, скоро вернемся. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Пока жду ваших звонков на 211-101 по теме того, что нужно сделать 650-летие Кирова. Давайте в угадайку поиграем. Цитирую слова, вы угадывайте, кто это сказал и когда сказал желательно. Надо понимать, что празднование 650-летия – это далеко не только праздничные мероприятия, собственно, в юбилейный день. Это, по сути, комплексная программа развития города, которая включает в себя гораздо более смелые и амбициозные проекты, чем те, которые мы могли бы себе позволить, просто работая в текущем режиме. Как вы думаете, чьи это слова? Это слова Никиты Белых, произнесенные еще в 2012 году, ровно 10 лет назад. Или вот слова следующего руководителя. Каждый год приближает наш город к 650-летнему юбилею. Его подготовка – это взгляд в будущее, четкое понимание того, какой должна быть столица региона. И эта цель должна представлять собой последовательность шагов с достижением практических результатов, которые будут накапливаться от года в год. Городская область использует подготовку к юбилею как возможность модернизировать, прежде всего, инфраструктуру областного центра. Какие золотые слова? Как вы думаете, чьи? Это слова Владимира Быкова. Это 2015 год. Но где сейчас Никита Белых и Владимир Быков мы прекрасно знаем. 211-101 и номер для ваших сообщений 8909-720-101-0. Как вам удобнее, можете дозвониться, либо написать. И если вы сейчас можете легко себе позволить зайти в наше сообщество в группе ВКонтакте, то под постом с опросом на эту тему можно прокомментировать. Я обязательно озвучу. Алло, добрый день, вы в эфире. Алло. Да, алло. Да, это, видимо, Анастасия Белова. Да, все верно? Да, да, да. Да, это Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Наш коллега. Я с Настей тоже договаривался поговорить по теме сегодняшней программы и так попытаться оценить, как журналист, как сотрудник средств массовой информации, вот эти заявления руководителей Настя, да, города, области, которые мы слышим на протяжении последних уже почти что десяти лет, что нужно забыть про все плохое, уничтожить все плохое, оставить только в городе хорошее, если так образно выражаться, к 650-летию. Вот скажи мне, пожалуйста, ты немножечко уже устала от этих заявлений и какое-то вот уже, возможно, разочарование появилось, и ощущение того, что вряд ли, так скажем, 224-й год у нас пройдет и будет наполнен большими событиями, стройками и так далее. Как ты все это воспринимаешь? Ну, мы действительно уже много лет пишем все эти новости, но в основном они идут с пометками, планируются, хотят, предлагают, планируют направить заявку в федеральное правительство. Вот долгое время новости были такими. В таком ключе. Но для нас, как бы журналистов, все-таки это какой-то информационный повод и, естественно, какую-то, надеюсь бы, хочется на лучшее иметь всем. По поводу реализации самих проектов я открыла концепцию празднования юбилея города, которая была в сентябре прошлого года опубликована. Вот смотрю, из заявленных в этой концепции проектов реализуется вот только реставрация объектов культурного наследия. Вот это я вижу в последнее время, что есть движение в этом направлении. А напомни, пожалуйста, что именно у нас реконструируется. Что-то вот я сейчас не могу сразу так себе представить. Вот я знаю, что, например, в позапрошлом, по-моему, году общественники обсуждали 9 объектов культурного наследия. Речь шла о Театре Наспасской, Краеведческий музей, Приказная изба, Музей Циолковской авиации и космонавтики, Музей Васнецовых, Колледж музыкального искусства. Ну, по крайней мере, есть какого-то понимания, что финансирование выделяется на эти объекты. Баннеры некоторые из них завешиваются, и какие-то работы все-таки ведутся. И реализуются проекты по строительству школ, дошкольных учреждений. Они тоже заявлены в концепции празднования юбилея. Ну, а что вот на твой... Глобальных, естественно, хотелось бы глобальный этот тоннель Новоавиатский, западный обход, скировая реконструкция театральной площади. Пока вроде бы какого-то движения началось, по крайней мере, обсуждаю ли с отчетственностью этот проект, но вот не так много осталось до празднования юбилея. Хотелось бы, конечно, такие более визуальные проекты, которые останутся и после юбилея. Хотелось бы, конечно, такие проекты, чтобы были реализованы. Это уже вот твои личные пожелания, да, как жителя города, как человека, который давно уже много лет провел здесь у нас в Кирове. Ну, это все, конечно, безусловно, созвучно предложением многих-многих горожан. Спасибо, спасибо, благодарю. Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. У нас остается буквально 7-6 минут до конца передачи. 211-101 номер нашего телефона. Я сейчас такой небольшой сюрприз хочу устроить. Вот что имею в виду. Накануне, готовясь к передаче, я подумал, что было бы неплохо послушать человека из другого города, который в этом году отмечает круглую дату. Много сайтов, посвященных этим юбилеям. Они в том числе и государственные есть, чтобы люди знали, россияне знали. И без труда я нашел один город, который находится на Урале, в Свердловской области, который отмечает в этом году 300-летие. Вот прям круглые, красивые даты. И называется этот город Нижний Тагил. Город с 350-тысячным населением. Это второй по очереди население город в Свердловской области. Безусловно, крупный, могучий промышленный центр. Я поступил очень просто, не буду скрывать. У меня двоюродный брат живет в Екатеринбурге. Я ему написал, пишу, вернее, Костя, помоги найти жительницу или жителя Нижнего Тагила, с кем можно было бы пообщаться. Есть официальный сайт, кстати, празднования 300-летия Нижнего Тагила, где прям расписаны проекты, новости, что делается. Там и концерты будут, и фейерверки, видимо, будут. И, если не ошибаюсь, сами праздничные дни в честь 300-летия, они будут 12, 13 и 14 августа. Итак, давайте сейчас пообщаемся с жительницей Нижнего Тагила. Зовут ее Наталья. Наталья, добрый день. Наталья. Алло, добрый день. Да, Наталья, да, это Владимир, на связи. Спасибо, вы меня слышите? Да, слышите меня? Да, я слышу, слышу. Да, Наталья, у нас буквально несколько минут. Да, во-первых, с 300-летием Нижний Тагил хочется поздравить. Спасибо, спасибо. Предстоят события в августе. В августе, да. И вот с точки зрения обычного жителя, что делается в городе? Какие планы реализуются? Есть ли какие-то грандиозные объекты? Что ремонтируется? Что людям не нравится? Что у тагильцев вызывает, возможно, претензии? Пожалуйста. Ну, вы знаете, Нижний Тагил достаточно такой город с серьезной уральской историей. Вообще, Нижний Тагил изначально это был завод. Это совершенно новый тип населенного пункта, который придумали, так скажем, Демидовы, основателя нашего города. 300 лет. Ну, вот знаете, немножко, несмотря на юбилей, несмотря на юбилей, да, есть, будут ряд событий. Там, допустим, ремонт улиц, сдача нового моста, которого ждали, я не знаю, на протяжении, наверное, 30 лет мост через пруд. Ух ты! У нас, ну, ряд еще идет мероприятней. Но, вы знаете, в силу различного рода событий, немножко такой какой-то большой радости не чувствуется. Нижний Тагил вообще один из первых в стране, наверное, еще в том советском пространстве, скажем так, придумал это событие, День города. С 1976 года празднуется День города. И каждый День города сопровождался каким-либо девизом. Так вот, последние, наверное, три года девиз, к сожалению, отсутствует. Ну, там, он повторяется, этот девиз. Вот. Все, что сегодня в городе делается, к юбилею города, собственно, начато еще мэром Сергеем Константиновичем Носом, который был мэром до 2018 года. Потом его, так сказать, перевели на повышение. Он сейчас, в настоящий момент, губернатор Магаданской области. Мэр, который у нас сейчас, он, к сожалению, не избирался горожанами. Он решением депутатов, значит, был избран. Ну, и, в общем-то, не все горожане приветствуют. Мэр не является нашим, так сказать, местным товарищем. Вот. Ну, ставли, не очень часто можно встретить в комментариях различных городских пабликов. Навязаны сверху и так далее. В общем, такая атмосфера общая, но какая-то не очень здоровая, да, не очень этимистичная. Ну, нет, как бы, знаете, еще у нас два градообразующих предприятия. Нижний Тегильский цитологический комбинат «Лебрат» и «УВЗ». Уральский вагон-завод, да. На каждом работает, да. Ну, и сейчас, к сожалению, в «Металлурге» вот готовятся грандиозно отпраздновать день «Металлурга». Вот. Ну, в целом, вот, знаете, какого-то такого, как раньше, вот, ожидания, либо хотя такой юбилей грандиозный, такого, конечно, нет. Может быть, потому что, вы знаете, последние два года вот эти ковидные ограничения как-то способствовали тому, что не было таких широких массовых мероприятий. Вот. Ну, проблемы у нас какие? Как всегда в России. Дороги и, соответственно, да. Дороги, конечно, строятся, но всегда качественно. Хотелось бы общественный транспорт, чтобы у нас в городе был лучше развит. Ну, вообще, конечно, за последние где-то лет 12 Тагил здорово преобразился. Опять я говорю, что это связано было с деятельностью бывшего. Руководителя. До 2018 года. И, собственно, нынешний практически, ну, как бы продолжает эти проекты. Но я хочу сказать и приглашаю жителей Кирова и Вятки, что у нас замечательные, красивые места, замечательная природа, в чем недавно убедились у нас на прошлой неделе посетила наш город глава Ростуризма Карина Догзова. Мы такие вот с этих сторон показали. И вот приглашаю жителей вашего региона посетить наш край, потому что и красивая природа, еще раз повторяю, и множество различных мест для увлечений. Это может быть и сплав, и скаловазание. И просто для тех, кто интересуется историей. У нас сохранился музей-завод. Вот. Так что вот в этом плане, в плане посещения много создано объектов. Наталья, да, я прошу прощения, нам пора просто уже заканчивать нашу беседу. Время, хронометраж не позволяет нам продолжить. Но, в общем и целом, я увидел такие переклички ситуации в Кирове. Многое, что созвучно. И общее настроение людей, и у нас, по-моему, тоже. Вот на данном этапе, летом 2022 года, большинство горожан пока еще не задумывается о том, как будет отмечаться 2024-й, и что будет сделано конкретно. Лишь бы, как говорится, все были живы и здоровы. Ну, а там поживем, увидим. Вот это лично мое такое ощущение. Спасибо большое. Спасибо, благодарю. Наталья была с нами на связи, жительница Нижнего Тагила, которая в этом году отмечает свое 300-летие. На этом передача «Народное мнение» заканчивается. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». «Народное мнение»